привет да те кто работает в анреле ходит байка что гайдов по дверям очень мало давайте начнем продолжать это дело вот еще один гайд по дверям в общем мне написали в комментариях как открыть ну то есть ладно извините как сдвинуться клуб нажатием клавиш ну вот пусть дверь это будет у нас кубом здесь мышь не играет вида в данном случае будет дверь то есть вот эта часть двери она у нас будет просто сдвигаться по нашим нажатием клавиш клавиши я выставил к ее будет да у нас ну то есть их не выставлял просто я написал и вот смотрите я создал blueprint нашей просто стенки с дверью здесь уже особо не играет роли можете просто что-то выставить что необходимо здесь я уже просто часть локации сделал в один blueprint сделал бокс коллизию с помощью которой куда мы подойдем мы как раз таки будем управлять данной дверью но здесь у нас как будто бы ручка имеется которая в данном случае пока не будет поворачиваться но это тоже не важно вот это бокс коллизия при вхождении в нее у нас появляется виджет и далее если выходим из коллизии у нас виджет удаляется просто это выглядит вот так то есть мы входим появляется справа виджет и все ну то есть что нам необходимо чтобы управлять клавишами во первых давайте вызовем get player controller нам нужно передать нажатие кнопок нашему блупринту данном случае из get player controller мы вызываем enable input и здесь проверяем чтобы у нас player controller заходил в player controller выставляем сюда ну и когда мы входим коллизию нам разрешают так скажем вводить данные чтобы мы выходя из коллизии прекращали выводить вводить данные естественно disable input нам необходимо также смотрим чтобы здесь находился где у нас player controller ну и теперь само управление клавишами да давайте первый клавиша это у нас будет q это буковка q это у нас будет дверь сдвигаться влево что мы можем сделать один из вариантов которые я уже показывал в предыдущем видео в одном из предыдущих видео это мы делаем таймер в котором определенное количество времени данном случае я поставлю 0,5 тысяч сотых получается миллисекунд и записываем наш таймер переменную это у нас будет timer left допустим timer left и лупинг да соответственно выставляем ну давайте ладно это чуть позже покажем обычные движения то есть при нажатии клавишами чтобы мы должны вот мы берем сам мэш двери ну и в первом что нам необходимо это дать ему движение at relative location данном случае он просто сдвинет нам на какое-то количество совета действие да то есть у нас дверь передвигаться должна по системе y по линии y то есть мы вот здесь должны прибавить какое-то значение вот допустим 50 если мы сюда подойдем все 50 у нас прибавляется каждый раз когда я нажимаю клавиш но это не тоже не очень хорошая вещь с одной стороны вот для этого мы как раз таки поставим таймер мы можем сделать так что при нажатии на ю у нас дверь сама будет двигаться в данном случае мы выбираем custom event назовем ее как-нибудь лет пусть будет так и во первых мы должны проверить что дверь у нас двигается до определенного движения то есть до определенного расстояния вот 240 примерно пусть будет это максимальное значение которое она должна пройти для этого мы ставим branch естественно и будем проверять что наша дверь прошла дошла дошла получается до определенного значения это у нас мы сначала берем gate relative location то есть мы смотрим где находится сейчас дверь в системе в системе своего blueprint раскрываем данный список чтобы определить но нашу только необходимую y до значения и здесь мы как раз таки и должны проверить что у y у нас больше или равно 240 в данном случае да то есть если у нас он больше либо равно 240 то мы должны вот здесь тормозить эту систему то есть мы берем наш таймер и естественно на пауз останавливаем но как я большинстве случаев показываю да но естественно бывают некоторые косяки которые необходимы и необходимо проверять в данном случае мы таймер можем проверить из валид таймер handle это у нас показывает что таймер существует или не существует но если вы уверены в своем был принятием на сто процентов можно вот это не при не производить так не делать так и все по сути мы сдвигаем если у нас не больше или равно 240 дверь до раз расположения то мы выполняем передвижения но передвижение мы естественно при таком таймере 0,05 миллисекунд мы должны сдвигать ну максимум на единицу либо на 05 но там уже все зависит какая вам скорость необходимо давайте проверим то есть вот такая вот движущаяся часть то есть я могу ходить но дверь выполняет свои вот те функции которые мы нажали то есть я нажал буковку q и вот она дошла до 240 и остановилась но также смотрите если вам необходимо чтобы вы сами когда вы сами держите кью дверь сдвигалась вы можете сделать на чтобы на релиз то есть на отжать и клавиши кью она останавливалась просто вытаскиваем ее сюда то есть если вы отжимаете клавиши кью у вас останавливается таймер одна из самых простых вещей вот я сейчас держу буквы q и останавливают нажимаю еще раз сдвигается останавливая в принципе достаточно чтобы пройти вот так вот можно производить некоторые действия принципе все все что необходимо мы посмотрели есть еще некоторые варианты я в одном из видео показал как сделать зажатие клавиши да но там немножечко по другому но в данном случае у нас с помощью таймера все отлично отрабатывает там можно сделать я вот справа сверху сейчас прикреплю ссылочку на видео и вы посмотрите структуру которая тоже бы сюда подошла определенное количество секунд вы держите клавишу она выполняется если то есть секунды вышли образно она можно и ее можно остановить а на этом все до скорых встреч пока